И я приветствую вас на третьем прохождении такой вот замечательной, забавной и прикольной игры под названием Reason. Что же, мы продолжаем. Там где остановились, мы смотрели на курицу в ночи, подсвечивая её факелом. Но если серьёзно, то... То нам не нужен факел, да? Давайте всё-таки будем решать, куда вступать. И я всё-таки решил, я буду вступать в Инквизицию. Всё, до свидания, лошки, бомжи, бандиты. Я ухожу, мне надоело бегать в таком вот трепье. Всё-таки мы пойдём сейчас и обучимся. Мы прокачаемся в силу, обучимся орудовать посохом и будем всех харасить. Я считаю, это нормальный такой путь. Потому что, ну не знаю, бегать сейчас и следовать мир с херовой экипировкой. Экипировкой. И умереть от каких-нибудь ёжиков, это не самое лучшее, что может быть в игре. Да, и на правах ролика я передаю привет Артурчику. То есть, сейчас как бы все Артурчики такие напряглись и думают, а какому же Артурчику он именно передаёт привет. Но тот Артурчик, которому надо, он поймёт. Поймёт. Ну или всем сразу. Как хотите. Воспринимайте это. Так, если я не ошибаюсь, монастырь у нас вот там вот справа вверху находится. Мы туда целенаправленно побежим ночью без фалькела. Да, здорово, Ян. Ты нам советовал не вступать туда, но мы вступим. Мы ребята грозные. Мы лучше вступим, правильно? А потом лучше уже вытереть с подошвы в то, что мы вступим. У нас тут знак на порт указывает. Но мы не идём в порт. Кстати, тут обитают послушники. Им можно было бы помочь. У них тоже квестики есть. Но я знаю, что там нужно будет убивать волков. А из меня ещё пока что плохой убийца волков. У меня какой-то вонючий меч. Но это всё ересь. Ересь, ересь. Мы должны орудовать посохом. Я почитал, какие есть посохи, какие-то скиллы. Я не помню, уже давно играл, когда я качался через посохи. Так что я бы не сказал, что в игре посохи есть с большим количеством урона. Но в них есть другие фишки. И мы их потестим, конечно же. Плюс мы сможем делать свитки и орудовать частично магией. Так что мы раздобудем руны и будем по ним делать свитки. Так, нам сюда же. Какой порт? Алё. Не в порт хочу. Тут ещё одна будет, наверное, развилка. Вот сюда, да. Вулканическая крепость. Здравствуйте. Я сохранюсь, ладно. Стэн? Эй, в этом районе пока опасно. Соблюдая осторожность. Спасибо. Я буду осторожен. Что? Можешь сам о себе позаботиться? Меня не волнует, что ты здесь делаешь или откуда ты. Меня волнует только безопасность. Тех, у кого нет разрешения, я считаю грабителями. Если я скажу Северину на ферме, или если он увидит тебя, ты будешь немедленно арестован. В этот район вход запрещен. Я направлюсь в город, но мы не будем его расспрашивать. Хотя... Что ты знаешь об этой области? Этот лагерь орден организовал для инквизиции. Для чего этот лагерь? Все отряды доставляют сюда артефакты. Кроме того, лагерь охраняет эти руины. Одни расположены здесь, ниже фермы, а другие подальше. В руинах опасно? Какие-то твари выползают из руин и распространяются повсюду. Распространяются. Ну ладно, я буду бледить. Осторожность. Так. Расскажи мне больше об этих руинах. Не могу, правда. Я ведь простой страшник. Если ты хочешь узнать больше, поговори с Северином. Впрочем, не говори с ним. Ты не состоишь в ордене и неуполномочен. Пока не захочешь присоединиться к ордену, держись подальше от белых мантий. Ну ладно. Так я хочу вступить к вам, ребят. Сейчас я на пенек сяду. Ну правда, я косарь отдавать тебе не буду. Я вот так вот дерзко посижу, посмотрю на тебя. Ага, ага. Ночью. На заднем фоне бабочки летают. Красота. Ой, черт, я не могу встать. А, все. Я думал, этот пенек меня присосал навечно. Так, ну с бабочками мы разбираться не будем, они лютые. Бабочки нет, нет, бабочки. Давайте пройти, еще травку пособираю. Тут целые две травки растет. Да не нервничай ты, слышишь ты. Ну все. Не, ну ты нарвалась ты. Вы видите, как я ее вообще не пробиваю? Ух, еще и вторая подъехала, подружка твоя. Не, не, все, я домой. Я домой в свою вулканическую крепость. Блин, сейчас же послушники впишутся за меня. Ну и ладно. Давай, послушник, впишись-ка. Давай-ка, опа, наваляем. Давай, вдвоем. Да что ты спину подставляешь? Ай, ты что меня-то бьешь? Ты что, тупой что ли? Послушник, да пошел ты. Я сейчас буду жареное мясо на ходу жрать. Во, во, во. Да, да бейте его, моль. Моль, убейте его. Он бешеный. Чего меня атакует? Ай. Вот придурок-то, а. Я хочу к вам... Да не буду я стоять. Я хочу к вам в орден вступить, ты идиот. Я-то думал, ты мне поможешь. А он меня начал харасить. Не, ну нормальный человек, а. Ладно, ночью, может, не рассмотрел во мне потенциал. Который я представляю для их ордена. И решил меня замочить, как очередного бомжа. Но мы больше не будем бомжами. Потому что тут ежики спят. Так, ежик, привет. Да, ежик спит. Не-не, ежик спит дальше. Он проснулся. И сейчас обратно ляжет спать. Ой, какое милое создание. Так, я сохранюсь. Здорово. Чё это? Ну так я сюда и пришел по этому поводу. А что происходит в монастыре? Сначала тебе в руки суют большую палку. Потом отправляют подметать двор. Или нести стражу, как меня. Даже пива бутылочки нет для настроения. Я бы за пиво сейчас что хочешь отдал. Всё более-менее приличное держат в старом винном погребе. А он всегда на замке. Да, глотника. Вот. Глотника вот этого. Пиво? Ты принес пиво? Вот это хорошая штука. Как вода для умирающего. Ну всё, мы получили целых 50 опыта. Ну, звучит не так и плохо. Что ж, если тебе нравится, найди Сантьяго и присоединяйся. Чем ты тут занимаешься? Стерегу дорогу от разных тварей. Ещё могу стать бесплатным обедом для какой-нибудь голодной зверюги, которая сюда случайно забредёт. А почему бы тебе не сбежать просто? Ты хоть разок услышишь этот шорох в тени, будешь просто счастлив, что у тебя есть безопасное место для ночлега. Здесь ничего весёлого нет. Но и кругом тоже. Даже если б я добрался до Харбортауна, Инквизиция меня снова сюда пригнала бы. На этом острове прятаться особенно негде. Так что выбор у меня небогатый. Ну, ты просто не знаешь лазейки, обходные пути. Ты же всего лишь глупый NPC, а я великий главный герой. Какие тут твари водятся? О, да самые разные. Из земли вокруг тех развалин понавалезали. Представь свой самый страшный ночной кошмар и умножь на два. Вот такие они. Я никаких тварей не вижу. О, они хитрые. Хитрые и злобные. Я вижу, как они в тенях притаились и ждут. Будем надеяться, эти твари пока что останутся в тени. Да, уже знаю я, какие там опасные твари. Ладно, давайте всё-таки отправимся к Сантьяго. Сантьяго. Так, кто это у нас? Я тебя не знаю. Сдаётся мне, ты просто бродяга. А бродяжничество вне закона. Так что или ты мне назовёшь причину, по которой ты здесь, или быстро станешь рекрутом. Я доброволец, чувак. Я доброволец? Я уже в монастыре? А? Ну, тогда мы узнаем это у мастера Палоса. Пойдём прямо к нему. Ой. Хм. Чё-то мне это не нравится. Мастер Палос. Ну ладно, я к вам хочу записаться. Ещё один рекрут? Я правильно понимаю, что стражники привели тебя сюда, поскольку ты нарушил закон? Нет, я тут добровольно, так. Нет, я тут добровольно. Понятно. Тогда у тебя наверняка есть что-то для меня. Я... Я его потерял, похоже. В таком случае это не имеет значения. Ладно. Я преступник. Что дальше? Согласно приказу Инквизитора, всех преступников следует записывать в Орден как воинов. Ты пройдёшь начальное обучение бою с посохом. Затем тебя обучат боевой магии. Если ты проявишь способности к магии, мы научим тебя мощным боевым заклинаниям. Так ты сможешь оставить свою преступную жизнь позади. Старания и усердный труд будут вознаграждены. А теперь ступай. Калеб выдаст тебе одежду и объяснит, что будет дальше. Да, там какие-то квесты провалились. Ну мне пофиг, я хочу быть воином Ордена. Каково это, быть воином Ордена? Сначала ты станешь одним из многочисленных рекрутов. Мало у кого хватает способностей стать полноценным воином. Но и от рекрутов есть польза. Чем занимаются воины Ордена? Воины защищают священный огонь. Они рука, что несёт слово и сражается во имя человечества. Их навыки боя с посохом и боевая магия представляют собой смертоносное сочетание. Но мало кто так далеко заходит. Сперва следует сосредоточиться на начальном обучении. Да уж. Рекрутов можно посылать как мясо пушечное. Но если мы станем воином Ордена, то будем уже представлять большую угрозу противнику. И сможем зачистить весь остров, исследуя его. И чего мне ждать от начального обучения? Вполне логично, что сначала ты изучишь способы нападения и защиты с посохом. Затем твоим обучением займутся мастера. А твоя роль в этом всём какая? Ты так и не сказал. Если не считать того, что я отвечаю на вопросы подобных тебе, я администратор монастыря. Местных хлопот мне хватает с головой. Тебе нужна помощь? Нет. Сосредоточься на обучении и будущих испытаниях. Каких это испытаниях? Каждый мастер испытает твои способности. Так здесь растёшь в статусе. Тебе следует внимательно слушать и усердно учиться. Мы ожидаем от тебя именно этого. Да, справимся, справимся. Так. А у тебя уже есть для меня испытания? Будет. У нас у всех есть испытания для учащихся. Ну ладно, Палас. Кстати, если я не ошибаюсь, то здесь можно вас... Тоже может научить меня вскрывать замки. Немножко обобрать. Я думаю, вы поделитесь. Вы же добрые ребята. Вот в шкафу посмотрю, что у вас тут есть хорошего. Вот зелья маны, здесь монет. По сундучкам сейчас пошаримся. Да, и в этой крепости мы проведём довольно-таки много времени. Ни одна серия, и не две, и не три, наверное, уйдёт на то, чтобы пройти обучение начальное, а потом уже, чтобы мы выбрались так. Так, ты нам должен дать. Эй, тебе что-нибудь нужно? Мастер Палас сказал, что у тебя есть для меня мантия. Да ну, неужели? Ну что ж, ты получишь свою мантию, когда заслужишь её. Подмети полы в вестибюле. Во всём вестибюле. А вот тут я не знаю, не помню, что надо делать, ладно. Ладно. У тебя есть метла? Ха, нет, я пошутил. А ты ведь всерьёз собрался, верно? Да. Вот, бери свою мантию. Вообще-то это весело. Надень её скорее, пока кто-нибудь не столь честный, как я, не поймает тебя на крючок. Ох, ну ладно. Я уж думал, нам реально придётся подметать дедовщина всё-таки. Вот, мантии идут всем. У всех становится одинаково полоумный вид. Да, вот план монастыря. Не потеряй его. Тебе же не хочется заблудиться и выглядеть дураком? Ты выглядишь очень расслабленно. Ты ведь не по своей воле сюда пришёл, верно? Я пришёл добровольно. Да, я пришёл добровольно. Тебе что, жить надоело? Разве ты не знаешь, чем мы все тут кончаем? Эм, такая пауза неловкая. Большинство рекрутов-новичков долго не живут. Мы всего лишь пушечное мясо. И нас посылают туда, куда прикажет адквизитор. Как он захочет, так и будет. Нас тренируют недолго, а потом большинство посылают в руины. И немногие возвращаются оттуда. Так что оставь это своё добровольно при себе. Многим людям просто не дали выбора. Тебя назовут сумасшедшим. Да ну, парни, вы издеваетесь. Нормально. Сейчас поначалу будет тяжело, а там дальше прорвёмся. Скорее бы этот уже меч поменять на такую вот прекрасную палочку. Ну, как я и говорил, рекруты здесь выступают как пушечное мясо. Ну, а что ещё делать с преступниками, правильно? Если у преступника есть способности, пусть продвигается дальше по служебной лестнице. А если нет, то умирай. Толку-то от тебя. Где тут можно поспать? Я лучше покажу тебе. Как выбраться отсюда? Ха! Именно это я и спросил, когда меня притащили сюда. Ну, не беспокойся. Когда-нибудь они откроют ворота. Когда-нибудь? Мастер Игнатий говорит Паласу, кто может проходить через ворота. Но он такой же заложник Инквизиции, как и все мы здесь. Так что устраивайся поудобнее. Посмотрись вокруг, найди себе дело. Пока тебя не отправили к руинам. Кто такой мастер Игнатий? Ха! Это хороший вопрос. Сейчас тебе достаточно знать, что если мастер Игнатий приказывает открыть ворота, их открывают. Если приказывает закрыть, закрывают. Значит, он тут главный? Угадал. Ну, он был главным, пока не появился Инквизитор. И поверь мне, Инквизитору наплевать на нас, рекрутов. Ладно. Так где мне можно поспать? Я покажу тебе. Так, окей, пусть он пока нам показывает. Мы пособираем здесь яблочки. Они тоже пригодятся для квеста. Почитаем пепитр. Тут явно замешана магия. По этой мудрости плюс 3 у нас добавилось. Так. Еще забавный момент был, когда один из подписчиков посмотрел, что здесь только 3 разных вида магии. И он такой, Хм, да, что-то скудновато. Бери-ка ты, чувак, в руки меча, иди всех мочи. Ну, я тоже об этом подумал. Но только я возьму не меч, а дубинку. Ну, не дубинку, это посох. И мы его прокачаем, и силу прокачаем. Так, теперь, видите, у меня изменился статус. Я теперь рекрут. Так, а мы тем временем. Да, кстати, если бы мы стали послушником, а не рекрутом, то есть пошли по пути магии, мы бы пришли к этому чуваку за... За-за-за. За одеждой послушника уже, а не рекрута. Так, кстати, у нас тут... Видите, у нас есть теперь защита от разных видов уронов. Давайте еще чуть-чуть почитаем. Пепитр, это очень интересно. Текст имеет отношение к магии. И я могу здесь забрать, да? Тоже может научить меня вскрывать тамки. Блин, а где бы яблочки потырить еще? Мята, зельяманы, хилочки. Ну, тут мы сможем подкачаться, прокачаться, научиться, и тогда уже выдвинуться в открытый мир, который совсем тут не открытый, а закрытый остров. Рекрут, верно? Не смотри на меня, я за тебя не отвечаю. Иди поищи Калиба. Ну вот, да, как я и говорил. До свидания, чувак. Так, этот... Стоит вообще так сверху, смотрит на нас. Давайте. Оставайся со мной. Ну давай, давай, пошли, пошли. И вот крепость, в которой мы проведем определенное количество времени. А, я вижу, среди нас есть новый преступник. Преступник? Видишь ли, неважно, что ты натворил в прошлом. Здесь ты начинаешь с чистого листа. По крайней мере, сейчас. Хватай посох и быстренько возвращайся сюда. Скоро ты у нас будешь весь в синяках, как и остальные. На заднем плане этот один из рекрутов стоит, короче, косяк, курит такой. Ну да, у нас тут все строго, настолько строго, что даже можно в открытую наркоту курить. Зачем мне посох? Потому что все учатся, как сражаться здесь. Посох — это благородное оружие. В умелых руках не менее смертоносное, чем меч. Но умение владеть мечом тоже не помешает. И я думаю, что будет разумно выяснить, что тебе нужно потренировать. Глупо умирать слишком быстро. Да, поэтому у тебя меч, раз ты считаешь благородным оружием посох. Ну да, такой противоречивый дядька. Где твой посох? Ты наблюдателен. Мне это нравится. Я закончил свое обучение. Теперь твоя очередь заняться своим. Кстати, если будет нужно, я могу взять любой из посохов, даже не напрягаясь. Ну, я как бы тоже. Так что ты давай, не выпендривайся. Где мне взять посох? Поищи возле монастыря, парень. Используй оба своих глаза. Ну, это будет сложно, да, использовать оба глаза. Это надо поднапрячься немного. Кто ты? Я мастер, арик. Я знаю, о чем ты думаешь. Вот думаешь, ты приятный человек. Свой парень. Поэтому, прежде чем испытывать меня или ослушаться меня, подумай, насколько тебе дорога твоя печень. Я скоро вернусь, мастер, арик. Это другое дело. Ну да, мне пока что дорога моя печень, мастер арик. Здесь мы тренируемся. Таких мест тут полно. Здесь ты будешь получать базовые боевые навыки. Сколько времени это занимает? Пока мастер арик не скажет, что ты готов. После этого твое обучение продолжит мастер Витус. Пойдем, я покажу тебе еще кое-что. Ты будешь жить в одной комнате с Хеммлером. Пойдем, я покажу тебе, где это. Окей. Да, кстати, пока я не пошел, давайте заберем посох у местного кузнеца. Ой, тут яблочки у него. Яблочки мы будем лутать с удовольствием. А еще есть вино. О, в открытом доступе лежит просто вино. Так, ну туда лучше не ходить. А вот человек, которому не помешает хорошее оружие. Да, мне нужен посох, чувак. Мне нужен посох. Посмотрим, что у меня есть. Вот, смотри, дуб. Хорошее, прочное дерево. Самое то, чтоб кому-нибудь зубы повыбивать. Послужит лучше большинства мечей, если хорошо тренироваться. И не нападать ни на тех людей. Отлично. А с чего это кузнец занимается посохами? Да тут только на них и спрос. И очень жаль, кстати. Я-то на мечах специализируюсь. Я помню каждый меч, который когда-либо попадал мне в руки. Неважно, ковал я его, чинил, или просто заточил разок. Я тебе не Оскар из лагеря Дона, чтобы с украшениями всякими возиться. Хороший, крепкий меч вот то, что надо. Какое оружие у тебя есть? То самое, которое ранит, убивает и разрушает. Но все стоит денег. Если нет золота, можем поменяться. Давай, поменяемся. Займемся делом. Давайте импортадим тогда меч. Да, видите, посох послушника дамажит даже на единицу больше, чем обычный меч. Так что продаем это все дело. У нас уже 200 голды есть, плюс ожерелье за 40. Продадим кольцо, мы топорами не будем орудовать. Тоже кольцо за 40. Потом надо будет захавать болиголов друида и в принципе что? Ну, самокрутки я оставлю, мало ли пригодятся. Можно кирки лишние продавать и лопаты. Ой, вилы тоже. У нас еще обломок меча есть. По квесту, который мы уже наверное не выполним. Ну, и все, наверное. Хорошая сделка. У нас теперь почти 350 голды. Так, давайте посмотрим дальше, куда нас там. Идем. Идем. Сейчас я возьму посох и съем эти болиголовы. Оставайся со мной. Все, у нас теперь есть посох. Первоначальная броня. Неплохо мы уже устроились. Мы так медленно. О, видите, один чувак подлетает, так что заставить меня поднести это было не так уж странной идеей. Я бы подмел, ничего страшного. я же все-таки рекрут пока что. Упана. Это твоя комната. Страшное дело. Что случилось? В твоей комнате сам инквизитор, но он никогда не тратит свое время на рекрутов. Что это значит? Думаю неприятности. Пойду-ка я отсюда. Нормально свалил. Ну ты ссыкло. Инквизитор, здравствуйте. А что, Хемлору плохо стало, да? Сейчас не время болтать. А когда это время болтать, эй? Ну давай тебе полутаю. Кухонный нож, вино. Короче, тут баг что ли случился, кошелек Хемлора. Тут место преступления, колбаса, маленький пакет травы. Эй, инквизитор, ты будешь у меня квест давать мне или брать, я не знаю, сковородка и отмычки. Эй, инквизитор, алло. Не сейчас. Инквизитор не в настроении? Сейчас не время болтать. Если хочешь поболтать, найди себе другого собеседника. Да ты прикалываешься, чувак. Так, ладно, как там грузиться? А, в 9. Давайте попробуем перегрузиться, что ли? Инквизитор просто ни в какую не хочет. Он такой, не, не, не в настроении я разговариваю, слушаю, да уж. Так что, видишь, Виктор, Виктор Яков, я уже не бомжик, и здесь не приключение бомжика, я уже стал полноценным рекрутом, и буду воином ордена в скором времени. Так. Это твоя комната. Что случилось? Проскипаем, естественно. О! Ты тут недавно? Совсем недавно. Этого рекрута убили. Что ты об этом знаешь? Ну, я только прибыл. Ничего, я только прибыл. Говорят, вам не хватает рекрутов. Если вы так их встречаете, я не удивлен, что дела обстоят таким образом. Я не обвиняю тебя. Благодаря тому, что ты только что прибыл, у тебя есть два нужных мне качества. Ты не мог совершить это преступление. Это раз. Тебе нужно проявить себя. Это два. Можешь для начала выяснить, кто это сделал. Ты еще медленнее и пафоснее говорить не можешь? Инквизитор. Ладно. Да, кстати, это тот инквизитор, который был в начальной заставке, и типа он тут самый главный, но... но-но-но... Ну, блин, я только прибыл, а уже меня тут загрузили. Ладно, я не буду перечить, нет смысла. с чего мне начать расследование? Тебе поможет мастер Витус. А, почему я? Думаешь, тебе не по зубам это дело? А почему вы так уверены? Твоя внешность, твои манеры, ты не с этого острова. Значит, ты здесь вне закона. Также это значит, что ты выжил. Меня окружают книжные черви. Мне нужен кто-то, кто умеет выживать. Я не знаю, что здесь произошло. Я даже ни с кем не знаком. Значит, ты сможешь быть объективен. Попробуй рассмотреть голые факты для начала. Этого человека закололи ударом в спину. Никаких признаков магии. И соответственно, никаких причин мне лично уделять свое внимание этому делу. У меня есть более важные дела, но я хочу знать, было ли это обычное преступление или за этим стоит нечто большее. Возвращайся, когда добудешь ответы. Боже, как он долго и медленно разговаривает. Иди уже отсюда, инквизитор. Давайте опять все обшарим. И пора бы уже скоро нам заканчивать серию, потому что прошлая серия вышла почти в 50 минут. Я ее чуть ли не целый день заливал. Так, да, в нем торчал нож, мы его заберем как улику, потом у него тут был пакет травы, кошелек Хемлера, ну и плюс винцо просто так для меня оставили. Да, мы исследовали место преступления и у нас есть 30 очков обучения, уже третий уровень. Так, отлично, сохранимся, тут баг такой был забавный. Так, тут я вроде все обшарился. Ну что же, я думаю, мы в новой серии уже начнем приступать к тренировкам и к обучению, нет смысла уже в этой что-то делать. Эй, ты новенький, верно? Я Каспар. Если тебе здесь что-нибудь нужно, обращайся ко мне. я помогу. За некоторую плату, разумеется. Вы видели, меня листик зацензурил? Какой листик, Это сохранения всякие. Да, тут будут проводиться тренировки. Кажется, мы не знакомы. Меня зовут Уильям. Ты доброволец? Он так подъехал ко мне забавно, развернулся. Да, все мы сражаемся по одной причине. Я так понял, ты здесь по своей воле? Да, мне есть за что сражаться. У моих родителей была ферма тут, на острове. Пока эти храмы не выскочили из-под земли, теперь у них ничего не осталось. Если бы здесь не было воинов, мои родители погибли бы. А теперь они здесь, в Харбортауне. Я поклялся сражаться с этими тварями. Да, у этого парниша тоже есть свои мотивы вступать сюда. Блин, ну тут будут жесткие тренировки, я помню. Нам придется не только нашу силу и ловкость использовать, но и хитрость. Давайте яблочко заберем. Так, а там у нас кладбище, туда таскают сокровища. В общем, на этом серию мы закончим. Всем спасибо ребят за просмотр. Мне очень приятно, что вы оставляете комментарии, ставьте лайки. Я буду стараться делать нормально, хорошее такое добротное прохождение и учитывать ваши советы. То есть, некоторые люди высказались по поводу того, чтобы я вступил в инквизицию. Здесь квесты поинтереснее. Все, я пришел в инквизицию. Поэтому, поэтому, я как бы продолжаю вам говорить о том, что вы можете говорить то, что мне бы сделать, кого дубасить, когда я стану покруче отомстить кому-нибудь или просто избить. Я не знаю все, что вы хотите, а я уже буду рассматривать, нужно ли это мне делать или нет. Но в следующей серии мы как бы начнем тренировку, начнется самая жесть. И, кстати, я посох не одел и болиголов не съел. В следующей серии начнется у нас вся жесть, такая, какая она есть. Так что, увидимся в следующей серии. ребят, всем пока и она уже выйдет завтра. Давайте, удачки.